Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 3 декабря Прокл В этот день обращались к Проклу и просили его помочь в домашней работе и наладить наконец-то санный путь, а помощь крестьянам требовалась. Ведь, согласно поверьям, людей незримо окружали духи, многие из которых были враждебными человеку. Следовало опасаться банника, овинника и гуменника, но особенно сильно боялись обдериху, еще одного банного духа. Она отличалась крайней жестокостью. С человека, зашедшего в баню в неурочное время, она якобы сдирала кожу, а тело разрывало на части и прятало в щели. Ночью мог явиться баечник. Появлялся он после того, как члены семьи рассказывали друг другу страшные истории перед сном. Ходил баечник всегда босиком, чтобы его не обнаружили. Но иногда можно было услышать его тихий плач или стон. Согласно поверьям, баечник становился над кем-то из спящих, протягивал руки и стоял так до тех пор, пока человеку не приснится все, о чем было рассказано вечером. Говорят, пугали крестьян и беспокойные духи манны, те, что мерещатся. Невидимые, они бегали по избе, шумели, плакали, били посуду, громыхали в синях, иногда вытаскивали паклю из стен и со всей силы дули в образовавшиеся щели. Мелкие неприятности доставляли и маленькие домашние духи матохи. Отсюда, кстати, пошли слова «суматоха» и «помеха». Они толкали хозяйку под руку, отвлекали ее, чтобы сбежало молоко, запутывали нитки при шитье, подначивали детей на проказы. В западных областях Руси верили, что в дом может заглянуть босорка, злобный дух, путающий женское рукоделие, катающийся на скотине и пугающий детей. Защищались от него чесноком, повешенным у входа и положенным под детскую люльку. А еще, говорят, жил в крестьянском доме черный и страшный жихарь, крадущий детей из люльки и запирающий людей в жаркой бане. Чтобы обезопасить себя от его происков, под люльку клали веник или ножницы. От веселого и бесшабашного нрава мог пошалить и жировик. Этот толстенький дух любил жить сытно и в тепле, а по ночам вылизывал немытую посуду, отсюда его прозвище. К тому же старинное слово «жира» означает довольство, раздолье, гульба. Получается, сами и прикармливали нежелательного-то гостя. А чтобы не проказили нечистые духи, надо себя, то есть тело и дух свой, да жилище свое, содержать в чистоте и порядке. И помнить, что служебные духи – это и домовой, и банник, и дворовой, и многие другие нерадивых хозяев наказывают и напоминают им, что пора уж и за ум браться. А еще эти духи благодарить за помощь и подкармливать нужно печенкой, пряничком, хлебушком, кашкой, метком. Вот тогда их помощь вам обеспечена будет. Каков человек, таков и дом, и все, что в нем. Антон Павлович Чехов писал, в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. А можно и так. Человек с чистой совестью, крепок духом, чист душой, прекрасен телом. Телом управляет душа, душой управляет дух, а духом – совесть. Совесть – это совместная весть души человека и светлых богов. А с этим багажом никакая нечисть вам не страшна, и только вы сами – творцы своей жизни. Живите по совести, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok